МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Освятая служба информации телерадиокомпании Гомель. У студии працуя Марина Джалая. Глядите у этого выпуска. Международный опыт. Институты радиологии принимают в себе навучальные курсы МАГАТЭ. По дарунок городу до дня вызволения. У Гомеля уракшиста открыли новый участок автодороги. А жившая история. Кульминация святочных падей 26 листопада стала военная реконструкция. А зараза б гэтым и иншим больше подробязна. Кожный кандидат у депутата Мясовых Советов 28-го скликания сможет иметь до 5 доверенных особ. Такую информацию разместил Центр выборкам Беларуси. Улучшение кандидата у депутата будет житовляться с 10-го снежня по 8-го студене. Непосредственно регистрация пройдет с 9-го по 18-го студене. Затым начинается период передвыборной агитации. Для гэтых метов кандидаты мают право выкаристовывать СМИ, выраблять и расповсюдживать друкованные материалы, проводить массовые мероприемства, уповедомляльным парадку, сустракаться с выборщиками. Темчасом у Гомеля обраны старшиня областной комиссии по выборах депутатов у Мясовые Советы. Кандидатура старшиня областного объединения профсоюзов Алексея Неверова была одноголосно подтримана на первом организационном посаджении комиссии. На им так само разглядели пытания об утворении выборщих округ. Их у регионе 60 с средней колькостью выборщиков – свыше 18 тысяч человек. До приклада, у Гомеля выборы будут проходить по 22 округах. У Мазирском районе по 5, у Речицком – по 4. До других тем – методики реагования на ядерные и радиоцинные аварийные ситуации. Сегодня у Гомеля распространялась реализация проекта Международного агентства по атомной энергетике по навучению специалистов ветеринарных органов и службов. Как захавать здоровое осяродье и чистые продукты харчевания, доведался Олег Сентюров. Аварии на Чернобыске атомной станции продемонстрировали неподрактированность ветеринарной службы до действия в независимых ситуациях специалистов на местах. Не только никогда не видели соответствующих обстреливаний, а и навык теоретично не видели, как на им працевать. У вынику тысячи голов буйной рогаты живёли, но всякий выпадок заховали в могильниках. Наявность проблем в работе ветеринарных службов я еще раз подтвердила. Аварии на японской Фокусиме. Ситуация у Воголя оказалась настолько серьезной, что два года тому у МГТ вы решили реализовать специальный проект на оригинальные курсы УГОМИЛ запросили каля 30 специалистов 16 краин света. У якости базы обрали институт радиологии, заседание якого сегодня признано на международном узруне. Запас в чернобыльский период тут не только подрактовали некакие десятки практичных рекомендаций, а и распроставали препараты по снижению дозы утромания радионуклида в организмах живел. Особливую актуальность этой проблемы сейчас не бывает в приватном секторе. Население сегодня на загрязненных территориях стареет и, естественно, переходит на содержание, например, мелкого рогатого скота, такие как козы. Но есть проблемы здесь в том, что поступление Цезию-137 в молоко-коз 10 раз больше по сравнению с содержанием, например, том же коровьей молоки. Снижение узрунью радионуклидов у организма живел. Сегодня проблемы не только науковые, а и экономичные. Техничный рекламент Мэттного Союза, например, дозволяя реализацию тоже Ялвичины, при норме не больше 200 бекерелей, у Беларуси эта норматива была в 2,5 раз выше. Пытание харчовой безопасности выходит на первое место, а тому подрактовка специалистов от поведенной квалификации набывает особливую актуальность. Причем, когда на первых этапах они выучали шляхи удосконаливания самой системы реагирования на ядерные и радиационные аварийные ситуации, то зараз основная увага в окрасстании сучастных приборов дозиметричного контроля в полевых и лабораторных умовах. В середине начнутся практичные эксперименты с наведыванием сельскохозяйственных организаций а также перепрослуженных предприемств в Гомельской области. Участники будут изучать, как измерять продукцию животноводства и как интерпретировать результаты анализов, а затем они будут отправлять эти результаты в органы, которые принимают решения. И потом уже только эти органы примут решение о том, можно ли выпускать эту продукцию животноводства на рынке или необходимо ее утилизировать. Протягиваем выпуск. У Беларуси склалася добрая традиция открытия новых объектов в святочные дни и памятные даты. Подтримали я ей в день 74-й годовины вызволения областного центра. Жихарам и гостям Гомеля подарили новую дорогу. Под обязанности у Ганны Ковалевой. Эта дорога другого значения растягнулася на 4,5 километра. Явши недавно у ее обличчика считался пожилый взросл. Еще у Советки час транспортная артера излучила в улице Свирыдова и Лепешинского. У сучасных умовах корыстаться еею стало неозручно. Там у селета распочалась реконструкция. Удавничьи работы продолжились 8 месяцев. Теперь дорога мает додатковые две полосы, что дозволит разгрузить автомобильные потоки на прилеглых магистралях. До речи, гэтая будовля только частка великой программы, накереванной на обновлении у Гомеля дорог другого значения. Это продолжение тех дорог, которые были сделаны в прошлом году в объезд Манежево, в объезд кладбищу по улице Крупской. Это как бы единый цель, чтобы облегчить движение наших водителей. Реконструкция проходила у два этапы. Зновинок светлофорное регулирование и припыночные пункты. До речи, автобусный маршрут уже складены. Курсировать тут будет 36-й автобус. Автомобильное покрытие полепшенное а тому дозволит ездить не только на легковым, а и на грузовым транспорте. СС Гомеля Ратону взяла на себе все выдатки. Яны склали коля 14 миллионов рублей. Я хочу поздравить с практиком сегодняшним днем освобождения города Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. И радует, я считаю, что это значимое событие, что впервые откроют движение по этой дороге наши молодые ребята в униформе тех времен, когда Красная Армия освобождала наш любимый город. Открытие дороги в день вызволения Гомеля стало символичным. И хоть официйное название «МА», помеж собой городчане ее прозвали «Дорогой життя». С на годы свято тут пройшла военно-кисторичная реконструкция. Роли немецко-фашистских захопников и солдат червонной армии промерли на себе же хары Гомеля разных поколений. В роли командира полка дивизии выступил керауник администрации Чехуночного района Виталь Уткин. А первым транспортом, который тут проехал после открытия, стала техника военных часов. Ганна Ковалева, Александр Харлампоу, телерадио «Компания Гомель». Кульминацией урочистости с на годы дня вызволения Гомеля стала военной историчной реконструкцией. Ее представили удельники клуба «Зусёй краины». Профессийная пиротехника, спецэффекты, аутентичная вопротка. На месте падей працавала и наша сдымочная бригада. Район Любинского озера из-за лива Ракисош Жихарам Гомеля добровядомая. Але мало хто ведая, что гэтае месца заховывая память об одной из самых значных падей у истории областного центра. Больше як 70 годов тому тут проходили бои за Гомель. Тые военные картины застались у минулым и лягли на сторонки подручников. Оживить их у День вызволения взялись военно-историчные клубы Беларуси. 26 листопада тут пройшла реконструкция боевых деяний у 43-х года, які стали часткой масштабной гомельско-речицкой операции. Падея собрала полторы тысячи глядачоу. Ой, впечатление вообще, если честно, потрясающе. Мы всегда, всей семьёй, такие мероприятия, как 9 мая, 3 июля, мы всегда посещаем. И День освобождения Гомеля тоже для нас это такое важное событие. По сотностях, эта театральная постановка под открытым небом. А вось толькі у ліку актёров звычайные люди. Усяхо 70 чалавек. У дельнікаў більш як 10 военно-историчных клубов з усёй краіны. На іх аутентичныя костюмы 40-х годов. На узбраєнній дзеючая техніка перейду вызвоління. І хоч выбухі і гуки стрэлаў бутафорскі, яны усё ж вызываюць хвалявання. Для большей докладнасті усі спецэффекты рыхтавалі професійныя пиротэхнікі. Видеоаператорам проходзіць углы претро-пляцовкі не дозволіли. Можна було незнарок наступіць на выбуховы пакет. Вогалі на падрыхтавку пляцовкі спотрэбілася п'ять дзён. Увець гэты час організаторы провялі прамо тут, ў палатках, як і нашы вызволіцели 74 гады тому. Если так разобраться, нам не гімнастёрка і галіфе 45-го года. То есть, ну, на самом деле, вся форма, она оригінальна. Третій раз – это у нас ежегодне мероприятие. И мы, чесно, знаете, есть такая фраза – костюмі уже ложимся, просто, чтобы это состоялось. Потому что данное мероприятие не коммерческое. Вы видите, все зрители здесь бесплатно. Ребята приехали участвовать здесь бесплатно. То есть, на самом деле, это наш личный энтузиазм. Усе удельники реконструкції собралися тут не просто так. А малю кожного воевали дзядыці прадеды. У многих родные загинули. І, по сутності, у жилах кожного з удельників і глядачів тяча кров переможців Великой Айчынной войны. У мене дед. Дед воевал с апреля месяца 42-го года в действующей армии. Ушел добровольцем. Он у нас в Гомеле был военным строителем. Строил здесь военные объекты до войны. Мой дед погиб. Погиб в 42-м году в боях под Оржевом, в тяжелых боях, когда начиналось освобождение. Сотни, тысячи жертв. И советская армия пришла и все-таки выгнала фашиста. Наша задача была, конечно же, показать и рассказать об этом. Ганна Ковалева, Наталья Игнатенко, Александр Харлампов. Телерадиокомпания «Гомель». Гэта и інші новини вы можете знайсти на нашім сайті у інтернеті по адресі www.tvgomel.by. Далі у ефірі «Спортивний огляд». З новинами спорту вас познайомить Максим Савін. Гэта и інші новини. Продолжение следует...